Если вы заметили, то проезжаемость по всему городу, она обеспечена. То есть городские дороги проезжую часть обработали вовремя и сделали. Что касается тротуаров, было сложнее, потому что по факту приступили после того, как закончились осадки. То есть во время выпадения осадков посыпать или применять соль абсолютно нереально. Потому что с дорог это все стекает в лотковую часть и уходят ливневки, а на тротуаре уклоны не такие уж большие, поэтому практически лужи оставались. В субботу утром было, подчеркиваю, коммунальными предприятиями ЖКС, использовано около 33 тонн песчано-солевой смеси. И по факту были посыпаны все тротуары в зоне ответственности ЖКС. Я с превеликим удовольствием читаю иногда сообщения в интернете, в том числе по Киеву, если многие читали. Хочу отметить, что ответственность за чистоту и за непосредственно посыпку перед своими объектами несут балансодержатели или владельцы зданий. К сожалению, не хочу отметить в лучшую сторону, не могу, ни ведомства, ни даже дома УСМД. Если, в частности, рассмотреть этот интересный сюжет, который был зафиксирован в Фейсбуке, там написано, что работники ЖКС не обеспечили, было посыпано 10 сантиметров дорожка. Хочу заметить, что это общежитие Академии связи имени Попова. Ну, просто человек поленился обратить внимание на то, что на этом общежитии есть вывеска, где написано, кто. Ну, и кирхам я очень уважаю, как говорится, работников культа. Но, тем не менее, дворник у него должен быть. И точно так же около кирхи должна была быть, если это посыпка. Что касается работы сегодня, точно так же с утра дворники все вышли. Единственный момент, который мы откорректировали, дали команду посыпать все сплошняком, невзирая ни на что. Хотя это нарушение, потому что ЖКСы получают деньги от жильцов тех домов, в которых они являются управляющими компанией. И хотелось бы отметить, что, к сожалению, иногда даже привлечь к ответственности, скажем так, лицо, которое ответственно за непосыпь, очень сложно. Сейчас доходит вплоть до того, что вот, а вы, пожалуйста, покажите фотографию, когда этот человек присутствует в момент фиксации нарушения. Ответственно. Председатель ОСМД или комендант общежития или частный домовладелец. Вы представляете, до какой степени мы зарегулировали этот вопрос. Поэтому вот мы, скажем так, с целью обеспечения безопасности прохождения пешеходов дали команду. Я сегодня утром общался с директорами КПЖКС посыпку осуществлять сплошню. Мы применяем классические, скажем так, ингредиенты. Это песок и, ну, условно поваренная соль, каменная соль мы получаем из Артемовской. Это игра природы. Если вы помните, в прошлое воскресенье люди были на пляжах и были готовы купаться в море. Сейчас у нас температура была вчера хороший минус. Но могу сказать, что из опыта до конца марта успокаиваться нельзя.